Друзья мои, сегодня у нас в гостях Олег Александрович Чагин, наш постоянный, скажем так, и преподаватель, и товарищ, и соратник, и друг. И сегодня вопрос, Олег Александрович, с учетом и специфики твоей работы, с учетом специфики твоего профессионального, скажем так, мастерства, первый вопрос, который я тебе задаю, это вопрос, который мне задали дети. Дети. Девочка 11 лет, это очень простой вопрос. После изучения греческой мифологии вопрос очень простой. Почему у Зевса было много жён, а вот у его жён много мужей не бывает? И вопрос был конкретный. Почему же так? У мужчин бывает много жён, а у женщин много мужей не бывает? Ну, бывает и наоборот, кстати. И в греческой мифологии в частности. Но я здесь, как человек, который изучал биологию, и как человек, который изучал медицину, может привести аргумент не из категории нравственных и культурных, а из категории биологических. Для зачатия женщине нужен один мужчина. Это очень дорогой ресурс. И, в принципе, она выбирает самый лучший вариант из того, что есть. Это непростой процесс. То есть вероятность зачатия очень зависит от времени. То есть у женщины это буквально несколько дней. В эти несколько дней меняется гормональный поток женщины. И теоретически любой мужчина в это время, оказавшись в сфере её интересов, влияния, или просто он есть, а других нет, он может стать отцом будущего ребёнка. Мужчина не всегда готов к зачатию. Он к зачатию, в смысле, зачатие это не в область, да, не всегда готов передать женщине полноценный генетический материал. Это связано с болезнями, с тратой этого генетического материала. Но в идеальных условиях раз в 72 часа, если у него в течение 72 часов не было эвакулянта, то есть не было семи извержения, да, то количество зрелых сперматозоидов при условии, что он здоровый, оно максимальное. И в этот момент, в эти три дня, ну там плюс-минус адаптивность очень высока, то есть сперматозоид может какое-то время, ну чем мы больше изучаем, тем больше это время. То есть какое-то время он может храниться, ожидать, в засаде сидеть, ждать вот этого момента. Но самое главное, это выбор яйцеклетки. Из вот этого количества миллиардов сперматозоидов яйцеклетка по известному ей механизму, это тоже, ну с точки зрения науки, это интересный вопрос, как из вот этого количества яйцеклетка выбирает только одного самого-самого. Или по какому принципу она выбирает, по генетическому ли, еще по какому-то. Она выбирает один сперматозоид. И для зачатия этого достаточно. И зачатие превращается в очень длительный процесс. То есть вот здесь вот очень важный момент, что женщина, зачав ребенка от мужчины, меняет полностью свою жизнь. Раньше это выражалось в страхе перед мужчиной. Страх не в смысле, что она его боится, как вот страшного там человека. Она знает, что любой контакт половой с мужчиной приведет, может привести к изменению ее жизни. Это на этом основывался огромнейший авторитет мужчины. И это вот настолько этот важный момент, что вот мы сейчас распугаем просто половину, а я думаю, что не половину, а процентов 80 слушателей Школы Здравого Смысла, потому что они, ваши как бы слушатели, наши слушатели, они очень много времени проводят у экранов компьютеров. Так вот, как только мужчина перестал быть для женщины вот этой угрозой, а это бывает там с возрастом, с изменением режима, она перестала его бояться как мужчину. Он потерял над ней власть. Власть. Куда и сейчас, Олег? Да, там, видимо, звонок какой-то идет. А, это вот звонок идет, и поэтому, естественно, про изображение пропадает. Понятно, да. Сейчас или сбросьте, либо давайте дождемся, когда... А это не у меня звонок точно, это у тебя звонок. Мне бы хотелось в эту тему... Ну, давай, вклинься, вклинься, пока Олег Александрович настраивается, вклинивайся еще. Олег, можно я вклинюсь? Можно, главное, чтобы мы не сбились с темы. Не-не-не, наоборот. Вот смотрите, я как раз отвечаю на вот этот вопрос девочки. Я никогда не вклинюсь, поэтому прошу пардона, особенно у товарища профессора, доктора всяческих наук. Если спросить, чем отличается... Вот любого человека спросить, чем отличается мужчина от женщины, ну, он будет вспоминать, чему учили там в школе первичные, вторичные половые признаки. И не более того. Я сейчас скажу, в чем на самом деле отличается мужчина от женщины. Произнесу умудренные слова, а потом тут же их переведу с русского на русский. Мужчина и женщина отличаются двумя параметрами. Двумя принципиальными. Первое – это нормы реакции. И второе – это ширина информационного канала связи со своим потомством. Что такое нормы реакции? Нормы реакции – это любая реакция организма на любое воздействие. Температурный какой угодно. Вот взять, например, женщину, там температура у нее 41, а она в мороз с авоськой в магазин обратно, и ей ничего. Мужчина 37,1, он уже умирающий лебедь, все, он уже умирает. То есть норма реакции у женщины выше. Второе – ширина информационного канала связи со своим потомством. Самое большое количество детей, женщина может иметь, ну, несколько десятков. Несколько десятков. Мужчина на три порядка больше. То есть в тысячу раз, в тысячу раз может передать свою генную матрицу следующему поколению. А теперь ответ. Вот эти рассуждения начались у очень известного нашего ученого Геодокяна. Он ответил, он задал себе вопрос, а почему все высшие на планете пошли по бинарному пути развития? У нас же есть другие пути. Вот, к примеру, там, инфузория, туфельки. Раз, клетка разделилась. Не нужно время тратить на поиски партнера. Полностью передается генная матрица следующему поколению. Или, к примеру, гермафрагиты. Вот, растение, ландыш. Обоеполое существо. Наступило время. Ландыш, значит, клетку овуляции. Тут же сам себя плотворил. Нормально, не нужно бегать. Но все высшие пошли по двуполому пути развития. Почему? И вот он докопался до этой сути, о которой я рассказываю. Вот представьте, что на планете произошел цепатизм. Ну, ледниковый период. Равюли, льды, льды там с севера, все там напали на нас. Вот, двигают всех. Что будет с инфузориями туфельками? У инфузорий, у которой есть генморозостойкость, они выживут. Разделятся. В следующем поколении будут две инфузории. Потом четыре, восемь, шестнадцать. У ландыша то же самое. Если генморозостойкости есть, он, соответственно, выживет. А что будет с людьми? А, очень просто. Мороз. Норма реакции у мужчин ниже. Выврут в девяносто девять процентов. К примеру. К примеру, от мороза, от холода. Останутся только самые-самые умные, кто там поймал медведя, содрал с него шкуру, сделал себе шубу и придумал огонь. Ха! Дальше вступает фактор следующий. Ширина информационного канала связи со своим потомством. Один мужчина может передать генную матрицу свою тысячам женщинам. И в следующем поколении численность популяции будет восстановлена. Какой отсюда вывод? Женщина следующему поколению передает качество. Поэтому там любой там придурок или даже полудурок ей не нужен. Она ищет сильного мужчину. А мужчина передает следующему поколению количество. Поэтому все равно через какую женщину передавать свой генокод. Олег, извини, что перебил, вклинился. Очень хотел, Владимир Викторович, нанести эту мысль. А вот ты мне скажи, пожалуйста, Олег, извини. Но у тебя была мысль. Давай мы ее не будем прерывать, ты ее продолжай. Женщина перестала, потеряла чувство страха. Вот ты на этом остановился. Она перестала воспринимать мужчину как источника своих изменений. И она превращает мужчину в ресурс. Это абсолютно естественная ее реакция. Самое оптимальное использование, адаптивное, как мы говорим. Ландыши это, конечно, хорошо. И, конечно, мы можем передать единовременно, восполнить. Мужчина может полностью популяцию Земли. Единовременно, если там разделить всех. А видовое разнообразие у человека максимальное. То есть всем хватит там места под солнцем. Но мама, в отличие от папы, вынашивает детеныша 9 месяцев. Потом его выкармливает. Потом учит ходить и учит говорить. А мужчина, теоретически, любой, но должен быть. Потому что только в семье, только в коммуникации может сформироваться человеческий детеныш. Если просто баба нарожает огромное количество детей, ну их сожрут просто там хищники или папаши. А чтобы сформировать культуру, чтобы сформировать хотя бы стаю, общину или человеческое общество, должна быть воспитательная среда. А в этой воспитательной среде должен быть порядок отношений. Так вот отношение женщины к мужчине должно быть, когда оно становится потребительское, когда она воспринимает его как ресурс. Это ее вынужденная мера. Он не дал ей возможность почувствовать себя женщиной и не вынудил ее заниматься вынужденно тем, чем она не должна заниматься. А именно то, что сейчас мы видим в современных условиях, когда девочка вынуждена устраивать свою жизнь самостоятельно. То есть находить себе жилье, находить себе пропитание, находить себе сама мужика. И уже в зависимости от тех качеств, которые она в нем там видела, его реализовывать либо использовать. Так вот, в чем разница между ландышами, мужчинами и женщинами? В том, что, да, теоретически женщина может зачать от любого, но она выбирает самый сильный тип. Ну вот если мы уйдем в категорию альфа, самцов, бета-самцов и так далее, то есть выгоднее женщине зачатие от альфа-самца, потому что он носитель генетического материала. С точки зрения воспитания альфа-самец невыгоден, потому что он находится в группе риска. То есть теоретически он может зачать и погибнуть. И по большому счету ей пофигу, потому что она забрала самый сильный генетический материал. А воспитывать ребенка должен тот, на чей ресурс женщина может гарантированно положиться. И вот эти вот сложные отношения, они выстраивают весь возможный диапазон. Женщина в большинстве случаев не удовлетворена своим мужчиной. Он ее не устраивает. Он ее не устраивает не как мужчина, он ее не устраивает не по материальному. У нее запросы всегда превышают его возможности. Ну это отдельный как бы механизм. И вот этот вот тип, который альфа, так называемый, он ей не выгоден в семье. Почему он не выгоден? Потому что он конкурентно способный. И ей нужно на него потратить очень много сил, чтобы его удержать. А время работает не на нее, потому что там молодняк, и год у нее там за пять. И поэтому она и вот устраивается другой сценарий каких-то отношений. Но вот здесь вот очень важно, чтобы не уходить как бы в морализацию, остановиться на биологических аспектах, возвращаясь к вопросу вот этой девочки. То есть да, действительно, для зачатия раз в год женщине нужен мужчина в течение вот этих трех дней. Но в дальнейшем ей мужчина нужен как ресурс безопасность, еда, ну и так далее, воспитание и так далее, и тому подобное. Для мужчины теоретически раз в три дня может быть нужна женщина, но это огромный психологический, психологическая нагрузка. И если бы он был как донор, просто. Ну и ходят, студенты там сдают, как доноры. Но нужно же нести ответственность за эту женщину. И вот тут начинаются уже социальные отношения. Даже в биологии, даже в прайдах, где самец является как бы самым главным самцом, там очень сложно устраиваются эти отношения. Поэтому в отличие от животных, от Ландыша и там и от всех других, человек построил, создал институт семьи и брака. Ну, биологический аспект мы как бы этот здесь не разбираем. Вот он как бы есть, институт брака. Я последний институт брака, который считаю оптимальный с точки зрения биологических и социальных структур, это община, где коллективное воспитание детей более выгодное, чем вот то, что сейчас происходит в урбанизации в городе. Потому что город, с переходом в город мы потеряли вот эту традиционную семью, трехпоколенную минимум, что привело вот к невозможности полноценного развития детей в конечном итоге, вот если так вот очень коротко. Поэтому девочка в 12 лет, конечно, у нее нет вот этого еще цинизма и жесткого расчета по отношению к мужчинам. У нее идеалистические восприятия, что должен быть папа, должна быть мама, мир, дружба, вот жвачка, вот это все как бы хорошо. Но в реальности это бывает очень редко. Это реально очень редко, потому что вот у нас в классе, например, ну, я думаю, что каждый мужчина, вот наш слушатель и зритель, если так вот жестко очень поскрести себя или там окружение, то в нашем окружении и мы в большинстве своем не являемся вот этими вот идеалами как бы мужчин, идеалами хозяина, идеалами мужа. То есть все намного, как бы, ну, намного сложнее, так вот мягко скажем. Так вот нашим слушателям, я сейчас быстренько закончу, к нашим слушателям, что если вы хотите иметь, мы про управление же говорим, собираемся, если вы хотите быть мужчиной, а мужчина это определенный, определенная логика управления, то есть он сначала должен научиться управлять собой, мальчик становится мужчиной, взяв высшими структурами мозга, нижележайшие структуры мозга, научившись управлять собой. Только научившись управлять собой, он может учиться управлять женщиной. Женщина требует управления. Если женщина неуправляемая, она в беспокойстве. Ей нужны определения. Ей нужно, чтобы все было ясно и понятно. Если он не может управлять женщиной, он не может управлять семьей. Если он не может управлять собой, женщиной, семьей, а это все обязательно именно вот в этой последовательности, то он не может управлять родом. Ну, общиной там. Если он не может управлять собой, женщиной, семьей, родом, он не может управлять народом. На сегодняшний момент в системе управления находится огромное количество людей. По западной модели мы смотрим, где очень много даже неженатых, бездетных и так далее. Вы помните, что в Советском Союзе семейность был решающим фактором для продвижения на руководящие должности. Поэтому вопрос этот не только биологический, но он и социальный, и имеет непосредственное отношение к системе управления. Женщины вынуждены сейчас заниматься своей жизнью самостоятельно, и относящиеся к мужчине как к ресурсу страдают от недостатка мужчины как качества хозяина и своего мужчины. Из-за этого становятся циничны и аморальны. Понятно. У тебя вопрос был, Владимир Владимирович, нет? Не-не-не, я просто хотел немножко дополнить, но мы уже дальше побежали. Слушай, Олег, у меня такой вопрос, особенно в связи с этими поправками туда-сюда, вот узаконивают, чуть ли не в Конституции носят этот брак между мужчиной и женщиной. Ну, а если отталкиваться, скажем так, не от биологии, а от именно социальных ролей, да? И вот мы в социальных ролях распределили, что там есть роль такая, есть роль такая. И какой тогда по барабану смысл, грубо говоря, кто там в этом социальном союзе состоит? Ну, женщина использует мужчину как ресурс, мужчинам это не нравится, поэтому мужчина берет себе в познапарники мужчину. Мужчина не видит в женщине, значит, что-то там сакральное там какое-то, что приносит ребенку, он детей не хочет. Там и женщина берет себе, скажем так, женщину. А мы вдруг не смотрим на эти изменения, которые в социальной сфере происходят. Это я сейчас пытаюсь тебя панировать, я так не думаю, чтобы было понятно. Это я тебя пытаюсь панировать. Ну вот, и женщина связывает свою жизнь с другой женщиной, ей так, скажем так, удобнее. Потому что, ну, коли он ресурс там, она забеременеется, она может от любого. Материал-то она может получить сейчас, как ты говоришь, там студента сдают, да? То есть, и что она тогда парится по этому поводу, да? Если ей ресурс представляет другая женщина. То есть, не является ли вот та ситуация, которая складывается сегодня, в настоящее время, закономерным таким вот эволюционным процессом в развитии человеческой общества, как такой вообще? Вот в чем, то есть, закономерный. Я понял. Ну, абсолютно правильное замечание. Я считаю, что вот эти процессы, которые сейчас происходят и которые описаны, они адаптивны в условиях города. То есть, город, он изменил отношения социальные. И в этом случае, действительно, вот возьмите, вот я остановился на цинизме, да? То есть, если женщина понимает, что мужчина не является безусловным ее хозяином, она не воспитана в этой культуре. Потому что, помните, мы, кстати, часто говорили, вот как происходило раньше. Отец, девочка живет в семье, учится жить самостоятельной жизнью в другой семье. Модель. Вот игрушка – это модель реального предмета, да? А домашнее хозяйство – это модель ее будущей жизни. Она знает, что она будет хозяйкой в другой семье. И он ее, они все заинтересованы, чтобы она ушла в хорошую семью и ушла. Потому что проблема оставить дочку не замужем – это, ну, беда, да? Как автомобиль «Запорожец», помните, да? Вот. То есть, все заинтересованы были. Искали жениха, подбирали и так далее. И если девка хорошая была, а она должна быть хорошая, потому что это показатель здоровья семьи. Потому что, если это семья, там, вырожденцев, дегенераторов, там, или это, то к ней и отношение такое. То на нее еще до периода полового ее созревания уже, там, родители договорились, то, что сохранилось сейчас на Кавказе. Когда девчонку отбирают, выбирают, еще она даже не соображает ничего, а уже на нее там очередь стоит. Потому что семья хорошая, девочка воспитанная, ну, и так далее, и тому подобное. Это вот в таких культурах, где люди друг друга знают. Сейчас закрою. Да, знают не то, что ее, а знаешь ее родителей, знаешь ее там дедушку-бабушку, знаешь ее фамилию. И вот получается, что и она из рук в руки от отца отдается вот этому жениху, передается из рук в руки. Она одна никогда не жила. Ее, у нее вот этого, как бы сейчас сказала молодежь, софта самостоятельной жизни даже там не прописано в биосике, понимаете. И она через какое-то время, буквально там, вот она невеста, через 9-10 месяцев она уже мать, потом мать, 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 потом бабушка. То есть она, когда еще молодая и сильная, она уже бабушка, и она может участвовать в воспитании внуков. Это абсолютно отработанный, тут никакой нашей, как бы, заслуги нет, это отработанный механизм. На сегодняшний момент это нарушено. То есть расстояние, период между девочкой и невестой, он может занимать десятилетиями. То есть она до 28 или 30 лет, может, еще даже не невеста, естественно, что она начала жить самостоятельно. Естественно, что она живет, у нее там год за 5 лет идет, она живет, она не может себе позволить, как мы, как мы, мужчины, не может себе позволить просто там, ну, 5 лет или 7 лет или 10 лет, ну, заниматься чем-нибудь там, неважно вообще чем, посвятить там чему-то. Потому что она несет убыток по здоровью всегда. Она не может, вот Сеченов говорил, хорошо, что женщина развиваться может как угодно, при условии, что она реализовалась как женщина сначала, а потом уже это ее дальше там. И вот получается, потом, от дочери до невесты может происходить десятилетие, от невесты до жены тоже могут быть многие годы, от жены до матери, может быть, тоже десятилетие, от матери до бабушки тоже, понимаете, да, десятилетие, вот в этом диапазоне. В этом женщина не виновата, то есть это мы, мужчины, создали вот такой мир. И она, естественно, ну, я бы сказал, что она нам упрестит, например, да, но я как бы так не говорю, она вынуждена приспосабливаться вот к этой жизни. И, естественно, она выбирает самый оптимальный механизм. Самый оптимальный механизм – это использовать мужчину как ресурс. И ее за это винить как бы нельзя. А так как ресурсом на сегодняшний момент качество становится суррогат, денежный, там, ну, какой-то ресурсный, то она выбирает по этому пути, естественно. Оставаясь в глубине там себя, все-таки вот этой романтичной девочкой, которая хочет замуж и хочет своего единственного, одного гарантированного, гарантированного своего, потому что это выгодно, ну, в плане ресурсов. Это вообще трагедия социальная. И вот получается, ну, представьте, конечно, она приезжает в город, и, естественно, у нее сценарий какой? Она должна найти жилье, устроиться на работу, платить за квартиру, ну, и пошло-пошло-поехало. Это ей не свойственно, во-первых, раз она не должна этим заниматься. Во-вторых, в этих отношениях, как только появляется более выгодное приложение какое-то, то она, конечно, будет выбирать это выгодное приложение. Если в этом мире появится... Александр Горович, а? А, да, давай, да, да. Ну, Олег, не закончится. Ну, что ж ты? Я просто слушаю, я прямо слушаю вас, и мне просто плакать хочется. Бедненький мужчина, ну, просто ресурс для женщин. Ну, вот слезы, это хорошо, тут вид докладчика можно менять. Я делаю Олега во весь экран и вытираю слезы. Дайте заступиться за женщин. Сидят два мужчин, шампиниста просто. Значит, да, когда женщины, когда мужчины считают, что они являются... А, маленькое вступление. В природе все животные делятся на две части. Там, где самочке не нужна помощь самца для выращивания, так сказать, потомства, ну, курочка, да, яички, тра-та-та-та посидела птенчики, и она пошла их там учить, там, как червячка. А вторая половина там, где помощь мужчины нужна женщине. Биологический род гомо-сапиенс как раз к этой половине относится. Женщина, она без проблем в любые времена могла прокормить ребенка за исключением периода лактации. Теперь возвращаемся к этим корыстным дамам, которые просто измучили мужчин своими дами. Слушайте внимательно, шовинисты. Если вы видите, что женщина, что-то там деньги, там, что-то как-то она хочет там побольше, там, от мужчины, поймите, или там еще каких-то, как вы их называете, знаете, она это делает, как вот белочка орешки прячет, для будущего своего ребенка. Не для нынешнего, которое у она родила, а для будущего, для следующего. Поэтому прекратите эти шовинистические, эти всякие нападки. Да, это даже... Стоит бы слушать. Ясный пень, что каждой женщине нужен сильный мужчина. Только сильный не в армейском духе военных институтов переводчиков имени Красной Армии легла, отжалась. А сильный волей, духом, интеллектом. Но он уже канал бы не написан. Сильный он или... Обожди секунду. У него не написано, что он сильный или слабый. Поэтому у женщины есть и эволюционный набор, как у слесаря, набор инструментов для проверки силы самца. Надутые губки, выпрыгивание из штанов и юбки, слезы. Женщины, самые мощные эволюционные у вас инструменты это слезы. Возьмите себе на заметку. Шовинисты. Шовинисты. Ну вот, мы шовинисты, хорошо, но мы сейчас... Мы же говорили о том, мы же не пытались как-то принять роль женщины. Мы говорили о том, что в новых социальных условиях, исходя из той ситуации, которая есть, и эта ситуация города, мы несколько раз подчеркнули, создается такое положение дела, при котором женщине в принципе, мужчина оказывается не нужен. И она себе, партнера, может сделать другую жизнь. То есть, ему мужчина нужен. Ему мужчина нужен как носитель какого-то, значит, там, материала. Отсюда у мужчин апатия, отсюда у мужчин деструкция, отсюда у мужчин ранняя импотенция, отсюда у мужчин алкоголизация. А мне на самом деле нравилась от Олега мысль о том, что, а как он может быть хозяином, если у него хозяйства нет? Вот я эту мысль многие повторяю, на самом деле, Олег, это у тебя была гениальная совершенно мысль. А как он может быть хозяином, если у него хозяйства нет? У него однокомнатная квартира, в которой он с мамой живет уже 40 лет, понимаешь? И как он после этого, грубо говоря, мужчина там и хозяин? Зри тогда в корень. Зри тогда в корень. После Второй мировой войны, когда мужики, оставшиеся живых, начали возвращаться к себе на родину, значит, что сделали американцы? Они, несмотря мужские руки, такое количество пришедших с войны, экономики были не нужны. Они их отправили на пять лет учиться в высшие учебные заведения. Кстати, то же самое было сделано и в нас в стране. А вместо мужских рук втянули в экономику женщин. Это, кстати, диверсионный либеральный проект. Втянули женщин. Их по манили морковкой экономической свободы. И женщины, как лохушки, повелись на эту морковку. Но они заплатили очень-очень дорогую цену. В Штатах, кстати, между прочим, уже женщины еще 15 лет назад они прочухались, что за эту экономическую свободу от мужика имеется в виду. Они заплатили отсутствием своего женского счастья. Не путать, значит, отсутствие счастья с несчастьем. В Европе 10 лет назад женщины уже поняли, елки, зачем все это нужно. Наши вот только-только-только женщины до этого дотягиваются. А счастливая женщина может, только если рядом с ней сильный мужчина. Только сильный в моей интерпретации, волей, духом, интеллектом. Потому что тогда она в этом мужчине растворится. Он ее накормит, напоит и все остальное. А таки 5 процентов. Владимир Леонидович, идеалист, наверное, несколько. Нет, на самом деле мы об одном и том же говорим, просто по-разному. И хорошо, что у всех свои вот эти вот представления. То есть я о чем говорил, и многократно, что женщина должна принимать мужчину как авторитет безусловно. Как только вводятся условия, это выбор. Как только женщина попадает в выбор, вы сходите с ней в магазин и поймете, что такое выбор у женщины и возможность выбора. Это конфликт. Это для нее просто тяжелое. У нас нет выбора. Мы покупаем шампунь, на котором написано шампунь. Ну и так далее. Или еда. То есть мы можем в магазине спокойно покупать пакеты, на которых будет просто написано вот здесь вот еда. Вот ты его купи, и там все есть. Женщина по-другому выбирает, по-другому думает. Поэтому авторитет мужчины, вот на Кавказе опять раз мы сегодня говорим, авторитет мужчины безусловный. С точки зрения вот современных условий, большинство этих мужчин абсолютно не соотносятся с представлением вот этого идеального мужчины. Он не дотягивает до того статуса, который ему по роду, к нему как бы закреплен. Что он должен быть, он старается, пыжится там, ведет себя, но он не такой. И женщина в этом разбирается очень быстро. И такая-то такая социальная игра. То есть она делает, что вот он прямо там для нее главный, а он делает вид, что вот он такой и есть. Ну это такая вот социальная роль, да, расписанная. Но эти социальные роли, ведь откуда пришли? От изначального вот этого, когда, ну было просто, ей не с чем сравнивать. То есть любой мужчина, это ее мужчина, он естественно там, как бы ее самый там лучший. Но это было безусловно. На сегодняшний момент это очень условно. То есть есть социальные статусы мужчин, и вот этот суррогат социального статуса, благосостояния, для нее становится доминирующим. В городе. Ну выберите вот этих всех супер-купер, там популярных блогеров, актеров, там богатеньких мальчиков, симпатичных, которые здесь имеют приоритет в городе, и окажитесь в реальные условия, в лесу, в горах, в стихийном бедствии, там войну, и выяснится, что вот этот вот коряжистый, как бы некрасивый, но там деревенский какой-то парень, он сразу получает вот тот вот естественный статус преимущества по умолчанию. Потому что он в той среде максимально как бы адаптивный. И она уйдет к нему тут же. Поэтому вот их во всех, в чем несчастье этой городской женщины? Ну она как бы мужика нормального не видит, и не видела, она думает, что все такие. Но она о нем мечтает, то есть она не удовлетворена вот этим вот горожанинам, она постоянно склонна к побегу, так скажем. Поэтому я-то согласен с эмоциональными вот этими вот выступлениями, что тут феминизма-то как бы нет. То есть женщину обманули в социальной модели, то есть западной модели, где действительно ей там навязали вот эту социальную роль, которая ей не нужна. Я радикально, радикально мы же выступаем, и я не скрываю свои в этой позиции. Я очень сильно сомневаюсь, что размен демографии счастья женского семьи на вот систему высшего образования, которая там до 70% не имеет смысла, потому что они не работают по этой специальности. И вот если поменять 7 лет жизни вот как бы в семье с детьми, то есть за 7 лет она могла бы двух-трех детей родить. И если поменять вот это на те годы в институте, который она провела, в надежде. Единственная ее там основная цель в институт – это получить потом профессию, независимость, заработную плату, ну и найти там жениха. Это как раз вот то, что ей никогда не было свойственно. Это не ее задача. Эта задача была отца и там дедов, и там родителей. Из этого мы можем тут соглашаться друг с другом или не соглашаться, но я возвращаюсь все-таки на биологию. На сегодняшний момент из-за того, что женщина первого ребенка рожает не когда ей положено с началом гормонального потока там и так далее, а уже к 30 годам, поздно родящие по Москве это больше половины. И больше половины – это уже кесарево сечение. И ребенка, когда выходили в таком возрасте, тяжело, второго ребенка уже не всякое смелится и по возрасту она уже не попадает. Тогда она становится, когда она станет бабушкой, бабушкой она станет, когда уже станет бабушкой. И мы вот этих бабушек, которые имитируют из себя готовность к спариванию в 50-60 лет в социальных сетях, в фейсбуках и так далее, это зрелище, конечно, жалкое. Ну, просто как бы жалкое. Вот об этом, вот эта проблема, которая чисто медицинская, социальная, она превращается в социальную проблему. Когда она бы была бабушкой с пятью, с тремя внуками, а у нее один великовозрастный ребенок, который ждет, когда она кони двинет, чтобы занять ее с живопощи, то это вот уже как бы совсем другая история. В хозяйстве, как вы правильно заметили, абсолютно другие отношения. Потому что мальчик молодой, он уходил в другую семью. Вот как, если вот наши слушатели имеют сыновей с лет 13-14, то конфликта в чем? Ребенок хочет уйти. Ребенок хочет уйти в самостоятельную жизнь. Мы должны были его к этому времени уже подготовить. А он у нас еще дебил. Ну, в хорошем смысле. Он еще ребенок. Мы понимаем, что он кроме ложки тяжелее ничего не поднимал. Куда он уйдет? Ну, понимаете, да вот? А это всего 150 лет прошло. И вот очень сильные изменения. У нас по Москве возраст финансовой, так называемой, независимости 26-28 лет. То есть у нас до 26 лет мужчина еждивенец. Еждивенец. До 26 лет. Представьте, 150 лет назад 26-летний мужик, который живет на шее его семьи. Не больной, не убогий. А женщина 26 лет без детей. Это что такое? Так вот, мы, получается, только последние 2-3 поколения вот так вот деградировали в плане семейных отношений. а все остальное время это был абсолютно естественный процесс. Никто там не писал докторские диссертации на эту тему. И психологи не консультировали. Сама жизнь выстроила утилитарные простые понятные отношения. Сложные в большом диапазоне вариантов. но в потоке они были такими. На сегодняшний момент социум не изменил эту картину к лучшему. Он не улучшил эти отношения. То есть социум не добавил в эти биологические отношения что-то такое, что они стали еще лучше. Они стали хуже. Вот об этом речь. Олег, Владимир Викторович, у меня есть предложение. Вот мы сегодня поступили немножко, может быть, не совсем корректно по отношению к женскому полу. Я предлагаю все-таки нам в ближайшее время провести по этому поводу встречу, что частью все-таки женщин. И поговорить по данному вопросу. И меня в данном вопросе вот мы это, то есть с точки зрения биологии понятно. То есть доктор биологических наук, биологических, медицинских, доктор медицинских наук, значит, доктор философских наук Олег Александрович объяснил. Это понятно. Но все же, что происходит социальными ролями? Зачем нужно было тогда в Конституции закреплять это положение, которое тогда получается, судя по тому, что мы говорим о том, что происходит в Социуме? Назад вернуть ситуацию уже невозможно. Не погоним же мы сейчас всех обратно, скажем так, в деревню. Или эту ситуацию возможно обратно вернуть? Вот же в чем вопрос. То есть возможен ли вариант, при котором человечество, как вид, не вымрет, а все-таки оно останется, скажем так, человечеством и в тех позициях, какими создав грубо говоря Господь Бог? Потому что у детей эти вопросы уже возникают. Мне дети эти вопросы задают, понимаете? То есть они, когда им начинаешь рассказывать про вот-то там, ну, надо же рассказывать в каком-то определенном варианте, там легенда есть, там про Судобу, Гамору, туда-сюда и все прочее. То есть есть ли это еще там, ну, какие-то такие вещи, они вот детей там моего поколения, они как-то, они пугали даже, да, то есть я помню, там в городе, у нас на весь город, извините, пожалуйста, я скажу, на весь город Махачкла все знали, что там есть один, этот, ну, как вот, нетрадиционной сексуальной ориентации. И весь город, в принципе, знал, его боялись. То есть, ну, в принципе, кто-то про него что-то там сказал, он похож как-то внешний был, может, он просто ядерный был, то есть он человек, да, там, ну, бывает такой, да, но его реально боялись, да, то сейчас же этого никто не боится, и весь ужас в том, что к этим отношениям стремятся, и весь ужас в том, что уже родители этих детей, и этих родителей я знаю, которые мне говорят, ну, и что? Значит, он так себя видит. Ну, это все, друзья мои, я так понимаю, что это... Вот эти окна Авертона, да, такие, о чем мы все знаем, и можем долго говорить. На сегодняшний момент навязывается статус социальных таких ролей, люди известные, вот, ну, мне сегодня только актеры усыновляют вроде бы там детей, а вот один ребенок этот гендерно как бы независимый там какой-то становится, как они его там сейчас называют, и у, ну, у разных актеров, и рекламу мы видим по поводу Конституции. То, что я считаю, ну, по поводу Конституции, я по этому поводу, как бы, там, свое мнение какое-то имею, что я-то родился при другой Конституции, получил паспорт при другой Конституции, и мы тоже все, и служил в армии, давал присягу, и я не знаю юридического документа, достоверного, который бы меня убедил в том, что та Конституция, при которой я родился, потеряла силу. Поэтому обсуждение вот поправок вот этой Конституции, это, ну, кто считает, что вот эта Конституция, кто родился, может быть, при этой Конституции, наверное, для них это важно. Для меня закреплять в Конституции брак между мужчиной и женщиной настолько, как бы, ну, как сказать, ну, знаете, я сравню с чем. Когда в Америке ввели поправку вот эту знаменитую о праве мужчины на оружие, в Европе над этим просто смеялись. Потому что было абсурдно очевидный факт закреплять в документе. Ну, просто мужчина имеет право на оружие. Зачем он? То есть, брак между мужчиной и женщиной настолько, как бы, ну, очевидный, что это вводить в Конституцию, я считаю, это социальная трагедия, что сейчас наши... Должны называются, да? Должны. Да, что нашему государству нужно это указать в Конституции. Потому что, ну, вот вы видели там, то, что на посольствах сейчас вешают, там, на БМВ и на Кока-Колах и в заграницах. И вот здесь чуть-чуть, если позволите, я кратенько, формула, что вот эти две стратегии, ну, кто меня слушает или знает, знает эту тему, что две стратегии адаптации и развития абсолютно полноценные. Мы выжили за счет адаптации. Адаптация – это пользование того, чего есть. но выжили. Но вот развитие получили, людьми в конечном итоге стали за счет того, что какие-то крайне радикальные типы выходили за границу ареала в развитии, рисковали, стратегически, имея какой-то там приоритет, тактически теряя, ну, и так далее, и тому подобное. Так вот, адаптация, она в норме, в стратегии обеспечения, развития, она усиливается, она имеет смысл. Адаптация, направленная внутрь себя, она всегда дегенеративна. И вот мы то, что видим, о чем мы сейчас говорим. Крайняя форма адаптации, вот в этом случае, дегенерация. Крайняя форма дегенерации – вырождение. То, что вот мы видим на социальных моделях. Поэтому адаптация, как тактика, адаптация, мы называем женским вот этим типом, это благодаря, только благодаря вот этому типу мы выжили. Но так бы мы и остановились тычинками, пестиками и бактериями. Стали мы людьми, потому что вот в той среде, когда все было хорошо, кто-то выходил за границу ареала из пены морской там на берег, еще куда-то там, еще куда-то. И вот только получив вот этот вот опыт и преимущество и вернув это в адаптацию, только вот за счет этого все развитие-то и происходило. И сейчас этот процесс, он не остановился. А возврат социальных моделей вот в дегенерацию, где отношения между мужчиной и женщиной не ведут к рождению ребенка, это вырождение женщина, неспособная сама родить ребенка, это вырождение. И вот эти вот все, а как бы мы там социально это все не упаковывали, суть это не меняет. Отношения между мужчиной и женщиной, гарантированные законом и защищенные законом, должны вести к рождению ребенка, потому что рождение ребенка строит культуру, строит социальный весь институт, воспитательный должен быть элемент. И чтобы не было это, что поматросили и сбросили, женщина и мужчина в социальном институте брака должны иметь определенные гарантии вот этих отношений. Эти, я согласен, эти отношения ни женщине нужны. Женщина, пока она не родила ребенка, пока она не стала жить интересами ребенка, она вот с точки зрения там, как сказать, поговорить, она никакой ценности не имеет, абсолютно не важно, что она говорит, ее задача просто понравится, надуть губки, задрать, ну вот это все сделать, демонстрировать готовность, потому что она говорить только начнет, только когда она говорит в интересах ребенка. И она, естественно, не для себя, любой слушатель, любой отец и любая мать скажет, что основные расходы в приоритете, всегда в интересах ребенка. И только вот это и нас сделало человеком. Поэтому здесь спора-то нет, извините про феминизм, мы тут наоборот четырьмя руками за то, что женщина обязана и должна иметь мужчину, которого она безусловно уважает, и он соотносится, он соответствует этим качествам, чтобы она не придумывала его себе и не делала идола из вот этого всей пидоросни, на которого только посмотреть, как мы в магазине за границей ходим, только посмотреть, понимаете, он должен быть ее мужчиной, и она должна на эту тему перестать даже там думать, что может быть какой-то любой другой. Как я вот, ну, у меня часто вырывают из контекста фразы, я вот как-то сказал где-то в эфире, что там мужчина, как вот, есть такая фраза, что убить я у тебя имею право, а бросить не имею. Ну и все, да вы что, это вот это вот это же насилие в семье, сколько мужчин, ну это придурки, идиоты, которые убивают или там избивают. Так а где вот эта самая главная часть, что я тебя не брошу-то? Понимаете, да? Вот она-то главное. Вот в этих отношениях, что воспитывать, управлять женщиной, главное-то не управлять женщиной, а перед этим управлять сначала, научись управлять собой, то есть стань вот этим, к чему мы все стремимся, мы же несовершенные, и у нас к себе вопросов дофига, а у наших жен еще больше. Но вот этот сам процесс, он в основе развития, потому что если его не будет, то тогда хорошо быть кошкой, хорошо собачкой. Поел, поспал, оплодотворил, пошел, поел, поспал, для этого минимальные как бы, минимальные нужны средства. Поэтому, ну, я думаю, что мы, слушатели, возбудили на эту тему, но тут конфликта-то и спора-то нет, то есть каждый просто со своей колокольни на этот вопрос посмотрел. Но, просто если вот еще к нашим слушателям, если мужчина расслабился и перестал ставить своей целью быть безусловным авторитетом для женщины, обоснованно не только потому, что он родился, он же к этому, от того, что он родился, то, что мы родились мужчинами, мы к этому, извините, никакого отношения там не имеем. Это не наша заслуга, а вот стать мужчиной, вот это наша заслуга и там окружение. Если мы как бы этому соотносимся, то да. но в основном эмоционально и критика на вот этот вопрос у женщин и у мужчин происходит как раз, который чувствует вот этот вот слабый момент. И я думаю, так как у нас аудитория в основном такая, то комментарий ждите большое количество. Спасибо. Олег, ты возбудил не только аудиторию своим рассказом, но и ректора школы здравосмысла, он забеспокоился, что человечество погибнет, дай я его успокою. Александр Горович, не переживай. Человечество не погибнет по очень простой причине. Я же рассказывал. Что бы ни произошло, женщины останутся живы. А дальше очень просто. Если такие, как мы с Олегом останемся в живых, мы популяцию восстановим в следующем поколении. Олег, сколько у нас с тобой на двоих детей? У меня шесть, а у тебя? Тринадцать. Тринадцать. Девятнадцать! Поэтому, Александр Горович, спим спокойно. Мне обидно, что он почему-то не включил в этот список меня. Меня почему-то в этот список исключили. А как тебе Александр Горович это вычеркнул из списка? Я не знаю, он взял и не включил, говорит, пока я, и Олег, говорит, мы живы, все получится. Пока. Три человека. А куда тебя включать? У тебя все трое детей. Ну, по нынешним временам тоже неплохо. Я все понял. Александр Горович, мне это напоминает, подождите, мне это напоминает старый хороший анекдот, наверное, помните. Когда звонят в квартиру, как помните, со списками ходили там. И говорит, Иванов, Николай Семенович, да, в списочке смотрит. Групповухи, говорит, будете участвовать? Тот говорит, да нет, вы что? А, тогда я вас вычеркиваю. А раз вычеркнули, говорит, кто там участвует? Ну, раз вы не участвует, тогда остается я и ваша жена. Вот здесь приблизительно такая же история. Соружение. Друзья. Друзья мои, ну, давайте мы все-таки эту тему продолжим. И я все-таки предлагаю пригласить в зал представителей все-таки другого пола. Потому что, еще раз говорю, вот все, что с точки зрения, вернее, там, да, медицины, биологии, там, вот, а что будет сейчас в социальном плане, вот это вот меня волнует. Потому что, катастрофически растет понимание у женщин того, особенно в городской среде, что она должна прежде всего сделать карьеру. Понимаете? Можно я перестаю рационализацию с уважением? Да. Да. Я предлагаю сделать не одну встречу, а три. Давайте. Даже четыре. То есть, я предлагаю пригласить девушку, которая еще не замужем. Так. Ее послали. Я предлагаю пригласить замужнюю женщину с ребенком. Так. Я предлагаю пригласить многодетную маму и предлагаю пригласить бабушку, у которой внуки есть. то есть, вот мы получим социальный... Олег, одновременно всех? Нет, перепелять всех. Женщин нельзя собирать в одно место в таком количестве. Я думаю, что женщина должна быть одна. Нельзя женщин в эфир по одной. И если мы сюда же пригласим любую вот, ну, феминистку, так мягко скажем, да, у нас жизнь, то есть, женщина взрослая, самостоятельная, которая живет в Москве, не обременена семьей, социально успешная. Это вот самое, самое агрессивное, которое вот, ну, там... Когда у нас есть предложение, можно сделать объявление сразу, да? Никто. И Олег, и кто-то Олега сразу там ввел какую-то помеху, у меня Олег завис. И у меня тоже. А, нет, сейчас, сейчас ответим. То есть, мы-то... Что, Олег у нас завис сразу? Олег, как только сказал, про себя. Насколько разница восприятий, насколько разница ее к жизни. Понятно. Закончить, мы не закончим. Все, заканчиваем, заканчиваем. Я прошу слушателей Школы Здравого Смысла, те, кто наш канал и эту передачу сегодня посмотрит. Ну, во-первых, не забывайте подписываться на канал, там нажмите на кнопку, значит, там колокольчик рядом, и на него тоже нажмите, да, вы будете получать оповещение о последующих передачах. Значит, мы в ближайшее время, в течение там, я не знаю, там, ну, через неделю у нас будет еще один эфир с Олегом Александровичем, с участием. Мы начнем с кого? С бабушек или с феминисток? С кого мы начнем? Или в том последовательстве, которое ты предложил? Ну, я вот предложил не потому, что, вот в той ценности, в той последовательности. Которую ты предложил. Правильно. Тогда мы просим наших слушателей, может быть, среди наших слушателей есть незамужние женщины, я правил, в первую же незамужнюю, у которых нет детей. Правильно? Пожалуйста, присылайте свои вот пожелания, принять участие в программе, и тогда следующую программу мы вот построим по этому сюжету, по этому сценарию. Правильно? Важное, важное дополнение. Женщин, которые, там, девушек, конечно же, много. Дополнительно, у кого есть желание участвовать в нашей передаче. Ну, да, то есть, понятно, иначе они еще раз позвонили. Да ладно. Значит, я очень прошу, те, если в среди наших случаях есть незамужние женщины без детей, прошу вас, пожалуйста, заявку подать, и следующую программу мы проведем с вами. В программе примут участие Олег Александрович Чагин, доктор медицинских наук, доктор философских наук, профессор, Владимир Викторович Прусаков, советник школы здравого смысла, и я, Александр Горгиевич Ибрагимов, ректор школы. Всего вам самого доброго. До свидания. Но тема такая, что на самом деле трудно закончить. Все, счастливо, ура, до скорой встречи.